Следующее. Нет, знаете, что вы? Нет, все-таки я отвечу. Дело в том, что, уважаемая любовь, вам нужна пошаговая инструкция. Вот сейчас вы, допустим, мне пишете, сегодня-завтра, я высылаю 34 вебинара. Они будут пошаговые. Почему? И еще, очень сложно, и вы поймите тех, кто все это уже знает. Я отвечу очень коротко, так, чтобы даже те, кто что-то слышал знает, все равно что-то для себя почерпнули, чтобы кто-то не сказал, да надоело, давайте что-нибудь новое. У меня есть много нового, не скрываю. Вот. Так вот, значит, смотрите, коротко, не обижайтесь, и фотографии для иллюстрации. Так, пришло извещение, семена прибыли, ура. Теперь, мы думали, посмотрим видео, почитаем, наберемся. Фильмы в двух частях, заранее смотрели, посылку ждали. Казалось, счастье наступило, ну и паника. Как сделать, чтобы семена с косточками не погибли? Я почему, я даже мог бы просто вас от футболить, но я уважаю таких, которые, вот ночь не спала, показалось, ничего не знаю, так есть. Помогите. Итак, коротко. Семена нужно посадить, знаете, уже ответ готов. Семена нужно посадить одной строчкой на разрешение, проделав канавку глубиной один сантиметр, плюс сверху присыпать песком. Нормально. Зачем вы спрашиваете? Это я должен у вас уже учиться. Все семена садить или только груши, как в фильме, в другом месте. Валерий Константинович говорил, что посадки семена надо делать в заглублении полсантиметра. Да, вот. Времена меняются. Дело в том, что идем сюда. Посмотрите. Ну, это просто фотографии для иллюстрации. Вот так зашли, сверху были присыпаны песком каким-то довольно странным. Ну, ладно. А вот это мое. Еще. Она, видимо, видела эту фотографию в одном из фильмов или вебинаров. Значит, это посажены были груши. Знаете, как они взошли? Вот, допустим, метр густо-густо-густо, явно все. Потом раз, метр пустота. Или одна-две. Потом густо-густо пустота. И вот получилось, в принципе, схожесть получилась все равно приличная. Ну, процентов 50. А с другой стороны, чем это все объясняется? Вот. Дело в том, что они, ну, как бы сказать-то, не то, что они... Так. В общем, у них самая страшная беда, так как и обрекоз сопревания. Я сделал ямки, бороздки. Я засыпал в бороздки песок, потом песок еще эти... Разложил семечки, потом еще сверху песком прислал. В общем, естественно, я и символическое прикопка получаю нормальное, здоровое саженце, практически посаженное. Ну, песок, он настолько... Он быстро высыхает. То есть, он не портит корневую шею. Это самое страшное. Угрушка, как у абрикосов. Поэтому смотрите, что получается. Вроде бы, если сделал правильно, 50% успех. Но где-то получалось так, что он высох и не хватило. Это же не случайно. Метр нормальный, метр ненормальный. Это означает, где-то увлажнено нормально, а где-то не хватило влаги. Она же не может так, что тут все здоровые, а тут все больные или неполноценные. Полноценные. Даже не бывает. Поэтому у меня, жаль, не от такой фотографии, где густо-пусто, густо-пусто. Вот. Вот этот способ неплох, но он требует постоянного полива. Чуть проворонил, и не взойдут. Вот так. Вот этот момент хотел отразить. Потом возвышение делать просто набросав землю бугром. Но вроде бы у Валерии Критинцева слышал, что нужно среди дерновой земли. Никогда никакой дерновой земли. Вот. Что-то вы могли слышать, что, в принципе, в дерн садится саженец. А у вас-то косточки, семечки. Все, дальше проехали. Она еще двуградна. В угле она быстро высыхает. Ее надо поливать, поливать, поливать. Есть еще вариант посадить школкой, а потом пересадить. Но это уже получается, коллегку имеем. Или школка, но лучше оставить навсегда, а которая, проезжая, выкопали часть из них, эти друзьям, эти врагам, ну и так далее. Вот этот момент. Так, в каком месте относительно домика лучше, или пока до школки, это не важно. Вот. Значит, все равно, в каком относительно домика бани, 100% солнце. А так какая разница, где у вас баня и где домик. 100% солнце. Вот и все. А для школки это тоже важно. Пусть даже если школка, это временно, то есть перенос будет, все равно солнце 100%. Раскладывать густо, какой густотой, если через полметра сколько, чтобы рассадить. То есть, вы у меня спрашиваете, сколько я семян, сколько я земли, вот с такой, прикинули, с такой густотой. Через 5 сантиметров, значит через 5, через 25, через 25, на сколько я хватило денег, сколько у вас земли есть. А то получается, если через полметра, земли в огороде не будет. Да, я виноват в этом, что вы заказали. Конечно, надо садить, раз земли нет, уже не полметра, а четверть метра, 10 сантиметров, 5 сантиметров. Главное все посадить. Как защитить от мышей и птиц? Эх, страшное дело. Так, каждый день, так. Ну, там фотографию покажу. Каждый день делать верхний полив, чтобы семена были вовлечены, провисованы. А не размоют ли верхнюю песковую пресудку? Размоют. В том-то и дело. Умудряйтесь, как хотите. Вот. Что делать, когда саженец оставит себе огород небольшой? А надо ли оставить только по одному саженцу? Ой, а ведь Валерий Константинович в какой-то переписке писал, что вы пылите, должно быть не менее трех. Вы пылите, должно быть не менее ста. Не можете сто? Не менее пятидесяти. Не можете? Не менее десяти. Не можете? Не менее трех. Вот так. Чтобы все это самое. Сами знаете, для чего это надо. Помните, я говорил про этот, смертный сад. Ой, ну я уж так полушутя, полусерьезно. Лучше 100, лучше 50. Вот тогда урожай будет сумасшедший. А так, ну действительно, 3-4, лучше 5, лучше 10. В каком месяце лучше затем делать посадку на постоянное место? В каком возрасте? Ясо возраст. Да, вот саженец проклюнулся. То есть будущий саженец вылез из земли. Этой же весной не пересаживать ни в коем случае. Разве что в горшке еще можно рискнуть. Так, и то опасно. День после того, как земля тает на штык лопатой. Через неделю после этого, через месяц. Но считайте это обратно от осени. Эмигранты. У него 9-10 месяцев может быть вегетативный период. Вы же хотите иметь 100-граммовые абрикосы. Так же? Вот. А у вас в летах 5 месяцев. А вы что взяли, да, вместо апреля в мае посадили. Осталось 4 месяца. Пришла осень. И давай выдумывать там. Прищипывать, прищипывать. Потому что больше. А он не успевает вызвать. Успеет, если все, на все вовремя делать будете. Я вам показывал, нет. Ямки с осенью этих. Как бы, по-моему, было, не было. Ну, короче, с осени холмы готовы. Они быстро-быстро весной начинают оттаивать. Еще земля тут же рядом твердая. Тем более, что под этим, под дерном. Ну, то есть, мощный дерн. А холм-то, он все равно без дерна. Потому что насыпная земля. А таивать, у нее и садите. Раньше посадите, раньше. То есть, быстрее дойдет до вызревания осенью. И тем здоровее будет саженец. Как не повредить центральный корень? А вот так садите, чтобы не повредить центральный корень. Выкопайте. Ну, практически это невозможно. Так. Ну, про баню я уже говорил. Ну, дальше еще покажу, кажется. Есть такое у меня. Потом фотографию. Как выкапывать. Так. Сегодня получим семинары. Вопросы распределять. Что тут нечего распределять-то? Наоборот. Вот вся моя технология. Практически ничего делать-то не надо. Уважаемый народ. А, погодите. Это вы не ко мне обращались? А, это вы в это. В гостевой ко всем обращались. Ну, и ответ встать и ни от кого не получили. У кого есть опыт, подскажите, как правильно посадить семена косточки. Ну, давайте так. Немножко все-таки посмотрим сюда. А, сюда. Вот здесь было посажено символически. Мы это самое. Вот чем хорошо это. Мыши любят кушать. Да, вы потом... Ну, вы здесь помните, там саженец был, да? И написано, что вот эти вот дебильные пластмассовые стаканчики, вырезанные из этих бутылок прозрачных, да? Спасение от мышей. А саженец-то видно, что уже лето. Ну, не лето, не лето, но листья распустились. В это время никакие мыши ничего не жарут. А вот когда жрали, стаканчиков не было. Она в фильме показывала уже когда это... Ну, когда уже мышей нет. Ну, дебильный совет, потому что они совпадают по времени. А вот здесь опасно. Здесь по железу, получается, надо символически закопать. А потом у железа уже, которые такие умные, мыши жрут. Видели? Вот так вот. Ну, у железа есть одно преимущество. У нее столько этих косточек, что хватает и... Практировать только от рака, сам себе, а вдруг. Вот. И хватает на то, чтобы столько вырасти. И хватает, чтобы еще показать фотографии. Еще помните ту фотографию? Еще я не все косточки собирал. Вот. А вот спасение от мышей. Вот невестка. Смотрите. У соседей чистое поле. В смысле зарощенное. Вот здесь мышей сотни. А здесь питомник. Вот. С нежными саженцами. А он... Так как тут нет дерна, то нет и мышей. Они не любят голую почву. Их мышиные ходы все уничтожены. Они приходят вот оттуда. Из-за забора. И едят все, что с края. Вот так раскладываются. Бутылки, бутылки. Так, чтобы мышь пролезла, но птица не смогла залезть. И отравленные зерна с сэс. Вот такая суровейшая действительность, друзья. Суровейшая. Никуда это не видно. Идется. Вот. Все эти сказки про домашние средства. Когда без сада останетесь, тогда меня вспомните. Вот. Вот, пожалуйста. Это не моя фотография. Мне понравилась дружная всходность. Мне понравилось, что в горшках. То есть, да, школка, но она переедет безболезненно. Просто прекрасная фотография. Я порадовался из тех, кто умудрился 100% получить приживаемость. Это тоже не моя фотография. Здесь замульчировано. Я же говорю, одна из бед тем, что приподнятая земля быстро высыхает. Ну, вот, человек и пошло. Он ее замульчировал. Потом, надеюсь, разгребет. Иначе все это сгниет. Даже на холму. Вот. Если оставить эту солому. Надеюсь, уберет. Вот. Вот эта фотография особая. Дело в том, что приезжали ко мне. Вот диск номер 5. Я его делал вместе с кировчанами. Приехали с Кирова. Много земли. Этузиазм бешеный. Я их пока учил. Параллельно снимался фильм. И даже диск номер 5. Один из продаваемых. Мною. Это как раз. Там, видите, их визионами. Их лица. Они поехали к тебе. Накупили у меня саженцев. Посадили. И по старинке укрыли. Вот таким способом. От мышей и от зайцев. Пригодился. Хороший учебный фильм. Ой, снимок. Пригодился же. Вот так выглядит питомник со стороны. Видите? Вот. И всегда. Мой вечный совет. Если вам вот такую фотографию не покажут. Посылайте, извините, русскими словами. На хрен. Да, хрен это растение. Это не вмятерное слово. Посылайте на хрен. Вот. Тех, кто продает саренцы, но не имеет маточного сада. Вот. Это одна из этих. Это посадка самому себе. Вот. Почему еще? Это учебный снимок. Что мы видим? Штамп, который я проклинаю. Привитое дерево. Поверьте. Никто раны не делал. Какой был, такой был. Мощный саренец. Вот здесь. Был отрезан. Вот. Почему? Он был не продан. Его не купили. Вот. Был подрезан. Потому что, ну, куда дальше-то расти. Он будет длинный. И как бы это. Ну. Он после этого начал ветвиться. Не здесь. А вот здесь. Это его право. Он еще второй год закончился. И мы прикупили землю напротив. Сейчас он там растет и плодоносит. Согласитесь, что это самое. С таким комом земли. И еще раз говорю. Это все вот тут отрезано. Вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот так вот. Даже такой ком земли. А вы упомянули. Вспоминайте. Потом нежен найдем, не найдем. Вы упомянули этот самый. Как сохранить центральный корень. Дело в том, что я все продолжаю на ваши вопросы отвечать. Не только хвастаюсь. Смотрите, какие у меня санкции. Дело в том, что у него ни центрального корня никогда не было. Прививки на корневые отводки. В лесу у нас их тысячи. Берем готовые. И еще раз говорю. Независимо от того, что пишут в литературе, стопроцентная несовместимость. У нас стопроцентная совместимость. Иначе бы не было таких просто устать. А почему стопроцентная совместимость? Потому что мы не стали выращивать подводы специальные, на которые можно плевать культурнейшие сорта. Это, кстати, Жигулевская. Мы сделали наоборот. Я сделал наоборот. Да, ведь детевых гиблиотеки не существует. Бог с ней. Но, когда я беру с этих деревьев, вот на заднем плане, там, где есть яблоньки, когда я отрезаю веточки, с яблонек, у которых подвоем являются эти же сибирки, о чудо, самые роскошные яблони, апорты с огромными плодами. Жигулевские, Мелба, мировой лидер. Все они, я уже не говорю про серный сенап, про Пепин, Шапранник, которые это, про Антоновку. Все они практически, да, я вам показывал, помните, в прошлом вебинаре я вам показал схожесть, там, по-моему, и сотни, одна и то не видно, не пошла и не пошла, а остальные все пошли. Вот. Это и есть вегетативная гибридизация. Вот. То, чего не заметил, как этот самый, самый доцент Тимрязевки сказал, что не заметил бы тот самый президент императорского общества садоводов, не заметил бы, в Сибири бы заметил. Потому что иначе этого саженца бы не было. Прибой, приучен подвою. Это мое очередное открытие. Это даже не Мичурин. Мичурин, наверное, так не получилось. Вот так косточки вылазят. Посажены были, начинают набухать. И вылазят из земли. Знаете, как? Упирается рогом. Извините за простое народное слово. Упирается вот этим корешок. Какая-то страшная сила его поднимает вот так, вот так, вот так. А потом смотришь, а косточки вот тут, вот тут, вот тут валяются. Господи, что ж такое? Кто их отодвинул? Это до меня долго доходило. Упираясь вот в этот маленький корешок, вся эта громадина и распадается, смотрите, видите? Вот. Вот это вот, ну как сказать, откровение, что ли. Вот так оно должно быть. Вот так, ребята, это самое. Нельзя, чтобы это все было под землей. Нельзя, включая его будущий росток. Я же сто раз вам говорил. Ну нельзя, ну не получилось. Ну что делать-то, что кто-то более наблюдательный, кто-то посадил саженцев и деревьев в сто раз больше, чем вы. Вот. У которого привычка посмотреть на каждый саженец. А вот так попробовал, а теперь вот так попробовал, а теперь вот так попробовал. Ну, видно же. Ну, видно же. Нельзя вот это под землю. Нельзя. Вот здесь вот все это сгнивает, особенно у груш и у абрикосов. А вот то, что я обещал. Как выкопать? Да, полностью центральный корень вы не спасете. Ну, на ваш вопрос отвечая, пришлось спросить у меня в одном из вебинаров. Вот это было. Я поэтому извинялся, что повторяюсь. Вот так вот копайте, так, лопату, так, так, так. Все время, чтобы она, куда бы ни воткнули, она была вот так на одной оси с саженцем. И выкопали канаву, 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 канаву. И когда выкопать ее на штык, лопаты, лучше бы поглубже. Потом уже под уклоном. Резь, рубите, что будет ваше. Ну, я же не болту. Еще раз. Я же не болту. Вот так вот копается. Сажается, какой труд. А знаете, почему эти узбеки, я их видел? Я вам показывал саженцы, где корней вообще нет. Ну, два-три корешка, пальцы растопырьте, еще короче. Они их специально вот так вот раз, 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 обрубят, выдерут и в эту самую машину. То есть, вот таких саженцев, допустим, можно увести сто, а тех тысячу. Поняли, да? Ну, в грузовике. А они же не будут здесь грузовиков ради вас гнать, чтобы у вас было качественные корни. И не дождитесь. Ну, в общем, поняли, да? Ну, и все равно центральный корень нарушите. Но, еще не горе. Нарушили центральный корень. Но, друзья мои, значит, какой-то из боковых корешков развернется и пойдет вниз все равно. Для того, чего я вам потом расскажу. У меня еще одно мировое открытие. Но мы сегодня до него не доберемся. Очередной подвиг или как там, Мюнхгаузен. Вот. Не прилипла бы ко мне кличка Сибирский Мюнхгаузен. Потому, что это бы означало, что я это выдумываю еще. Так. Ну, что, друзья. На сегодня все. Очень много интересного. Потому, что письма идут. Письма идут. Вот. Идусь идет. Идусь идет. Идусь идет. Вот только мы об этом поговорим. Вот, кстати. Уважаемый господин доцент. Это на вашем сайте. Вот. Это на вашем сайте. А какие у вас инструкции? Вот. Вот так вот. А потом берут такие вот как та. Которая миллион этих самых просмотров себе обеспечила. Миллион человек научила. И давай убивать. И давай. И давай. И давай. И давай. Вот. Знаете, черешня такая обрезка нужна. Изувечить дерево. Которое и так на самом юге с трудом цепляется. На Украине был год. Это было. Еще. Я вспоминаю. Тогда Путин. Будучи недавно в должности. Гнал на Украину эшелоны с хлебом. У них был. А зимы не взошли. Потому, что осенью посадить их посадили. А осенью не было дождей. Зимой не было снега и дождей. У нас это тоже затронуло. Никто, по-моему, никого не спасал. На Украину. Да, и весна пришла, а эти. А зима не взошли. Вот. И он туда гнал эшелоны с хлебом, который сейчас никто не вспоминает. А тогда это была нормальная братская помощь. А тогда на Украине от черешневой сады погибли. Вот. Погибли они, как я понимаю. Вот из-за таких вот советчиков. Видите, это черешня. Надо ее изувечить. Ну как же. Изувечить. Кстати, черешня настолько голеностая. Я просто поражаюсь. Вот фантазия, да? Ну ничего, что здесь бы росли плоды. Убрать. Здесь убрать. И вот эти общие принципы. Эти, значит, волчки убрать. Которые вниз растут, убрать. Середку растут, убрать. Они почему-то касаются и черешни, и яблони, и груши. Всего. Калечить, да все калечить. Вот, кажется, я опять увлекся. Видели? Вот дурью маются. Дурь, натуральная дурь. Страшная, невыносимая дурь. Вот. Идиотизм такой, что я просто поражаюсь. А, все. Поехали. Итак, друзья. Антон Валерьевич. Мои два часа из циклей. Давайте на иску вопроса отвечу.